У нас существует название, возможно, я сейчас вас слышу, на самом деле вас слышу, я вижу, что вы выходите на разговор, и вы готовы общаться, по крайней мере, даже то, что не только общины, а уже другие организации могут войти в советы, скажем так, на уровне властей, это уже замечательно, потому что мы это долго отстаивали, но я говорю о том, что вот эта сама тема парламента, сама тема сам СОБР, она не может решиться сейчас 3-5 часов, вот хоть ночь мы будем сидеть, это слишком долго. Потому что нас уже приняли, ну, не сложно сказать нас, я не вхожу в парламент, но, по крайней мере, то, что было принято на съезде, я это поддерживаю, просто выбрали люди. И на уровне международного, на международном уровне уже вот эту нашу организацию, которая, вот, скажем так, она ее уже принимает на международном уровне, ее уже, там, просто вопрос некой формальности, да, но ее уже, в принципе, все оставшиеся 3 страны готовы принять в союз самских парламентов. Это очень серьезно, на политическом уровне это достаточно серьезно. А что такое союз самских парламентов? Это что такое? Это достаточно серьезная организация, которая... Собранный парламент. Подождите, я сейчас говорю о международной организации, на которой приходят мэры финских городов, да, на которые приезжают из правительства Норвегии, да, то есть вот... Король открывает данный парламент. Люди принимают это, но я сейчас говорю не о том, мы не можем сейчас, вот, в этот момент решить этот вопрос. Вот, хорошо, вот, замечательно, что вы разговариваете об этом, давайте мы не сегодня, а потом, после съезда, продолжим этот разговор. Я просто вам говорю о том, что если вы сейчас будете настаивать именно на парламенте, то именно не на собрании, не на собрании, а на парламенте... Если вы еще раз говорили, говорим о парламенте, это один путь развития. Говорим о самском собрании, это другой путь развития. Услышите меня. Я услышал. В этом отношении. Кто вам этот путь выработал, для вас лично? Для меня лично? Какой путь? Что вы сейчас объясняете? Мы что, не понимаем, что такое... Вот, к сожалению, я честно говоря, вот, я сейчас общаюсь с простыми людьми, меня наконец-то стали слышать. Мы не отрицаем самское собрание. Еще раз говорю, собрание как представительный орган, который доносит до власти свои позиции. Вы не можете сейчас принять... Вы, конечно, можете сейчас принять документы, которые там всех обязывают ко всему. Но, понимаете, это изначально путь, который толкает не на диалог и не на компромисс. Вот, мы такие и принимайте нас такие, какие мы есть. Власть тоже сюда пришла, понимаете, в этом отношении. Я не... Прошу прощения, я вас тоже не переливаю. Вот, основная нить о том, что если мы с вами строим общий диалог, то самское собрание как представительный орган, который доносит до власти свое решение, это никто не отвергает. Мы с вами говорим о том, когда... Да, действительно, а почему мы всегда опираемся между... Никто же не отрицает международный опыт. Но мы с вами живем в Российской Федерации, живем по российским законам, по российским моделям. Советская и Российская Конституция определила право на самоопределение. Право на самоопределение действует... Молодежный парламент, почему существует из создания своих народом избранных органов? Молодежный парламент существует? Существует... От совещательного органа, но не законодательного. Давайте показываем, как совещательный орган. Иван Яковлевич, я постоянно слушаю от вас, что вы представитель парламента, и вы делаете на этом акцент. Парламент как законодательного романа. Иван Яковлевич, спасибо. Пять секунд. Давай, давай, дай ему время, давайте свои бюджеты. Он вышел, чтобы нас учить. Просто маленькая ремарка. Раз мы живем в российском законодательстве и по российским нормам, есть очень хороший закон, федеральный закон о гарантиях прав коренных и наследственных народов Севера. Все мы по нему живем, знаем в одной стране. Там есть очень хорошая статья, если вы дадите мне время, я могу ее распечатать и каждому предоставить. Там говорится, каждый, каждый имеет право выбирать и быть выбранным уполномоченные органы коренного народа. Каждый. Уполномоченные органы коренных народов. Совет уполномоченных. Нет. Там написано просто, уполномоченные органы. В России, это предусмотрено федеральным законом. Там написано, каждый представитель национальности любой. Каждый. То есть мы сейчас, я тут смотрю в повестке дня, выбрать из состава делегатов, кандидатов куда-то, да? Но нарушено право каждого представителя народа СААМИ. Почему нарушено? Ну кто делегирует, вот кто делегирует, есть одна треть СААМов, которые просто-напросто ни в одной организации не состоят. Здесь состоят сейчас юридические лица. Почему? Почему? Люди? Почему юридические лица? Нет, ну я понимаю, сами. Но сами выбирались из юридических лиц. Почему? Ну юридические лица. Ну запись. Так, Андрей, Андрей попросил две минуты, сейчас дебаты пошли. Давай мысль свою завершим. Четко. Да, есть федеральный закон, есть уполномоченные лица, то есть уполномоченные лица имеют право, право лиц и организаций там написано. Что предлагаете? Нет, я просто говорю, просто ничего не предлагаю, я просто информирую, что есть какой-то федеральный закон и все. И ничего мы не нарушили. Спасибо, Андрей. Сейчас буквально, да, несколько минут. Монапов Юрий Юрьевич, секретарь общественной палаты Нормандской области. В общем, уже скоро надо будет говорить доброй ночи, дорогие депутаты, ну или делегаты, на парламент скатывались. Я вот сегодня целый день наблюдаю. Мало того, когда меня попросили участвовать в организации этого съезда, да, и быть модератором одной из групп, от которой потом вы отказали, вот, я не привык просто так приезжать, и поэтому очень серьезно готовился. И еще, ко всему прочему, сегодня целый день наблюдал, что здесь происходит. Честно говоря, у меня не покидает одно очень серьезное чувство, чувство досады. То, что, так я понимаю, третий съезд, первый съезд был, через четыре года был второй съезд, через четыре года был второй, третий съезд, да. Значит, восемь лет прошло после первого съезда. Имея правовой базе, Конституцию Российской Федерации, закон об общественных объединениях, закон о малочисленных народах, сейчас, получив в этом году закон об основах общественного контроля в Российской Федерации, Саамский народ упорно, упорно, имея такую базу, отказывается от тех инструментов и возможностей, которые ему даются в руки. Я вот с Романом Витальевичем здесь частично соглашусь, а частично посетую. Вот то, что он сейчас сказал, да, что он готов и правительство Мурманской области, губернатор, видеть представителей Саамского народа там-то, там-то, слушать и так далее. Это юридически просто добрая воля представителей власти. Потому что, извините меня, но что первый съезд, что второй съезд, что нынешний съезд, что тот собрание или парламент, который вы собираетесь избрать, или который вы избрали, юридически на территории Российской Федерации не существует. Это, ну, собрались люди, поговорили и что-то предлагали. А есть инструменты. Вот здесь вот очень эмоциональное было выступление, после него я захотел выступить, да, об объединении. У вас есть возможность объединиться в одно общественную организацию, общественное объединение. Написать устав, в соответствии с которым определить, как вы будете проводить вот эти съезды, и сразу отпадут вопросы, кто там как, положение делал, положение не делал, положение изменил. В соответствии с законодательством Российской Федерации, устав общественного объединения, юридического лица имеет статус закона. Если кто-то знаком с законами, часто пишется, да, что делается так-то, так-то, если иное не записано в уставе организации. А значит, такими словами, законодательство Российской Федерации, устав приравнивает к федеральному закону, устав обычной организации общественной. Имея такие инструменты, вы ими не пользуетесь. Завтра будет другой председатель комитета по связям с общественными организациями, буквоед до потери сознания в юридических вопросах, будет другой губернатор, будет другой вице-губернатор, да, и посмотрит законодатель, скажет, а кто это такие? Вот тот по доброй воле их кругом пустил, но в законодательстве это не написано. Гуляй, Вася. Вот сейчас только что было сказано, готовы вас принять в международной организации, признать. Готовы. Вот те, которые сейчас есть. А завтра будут не готовы, потому что, извините, пожалуйста, да, хоть вы здесь и присутствуете, и съезд, но юридически вас нет. Вас юридически можно не признавать. И как вы 8 лет это не понимаете, для меня просто непонятно. Если, когда у вас будет одна организация, да еще, когда приходит руководитель этой организации, представительный орган, правление этой организации, пожалуйста, он даже не представительный орган, он коллегиальный, исполнительный орган. А решение может принимать, в уставе можно прописать вообще съезд народа. А пользуясь тем, что есть закон о малочисленных народах, комитету, грант. И будьте добры, предоставьте-ка нам драм-театр в центре Мурманска для проведения съезда саамского народа, где будет все 1100 человек. Начиная от детей и кончая с самыми мудрыми вашими представителями. И они никуда не денутся, они вам помогут и деньгами, и организацией. Вы этим не пользуетесь. Ну просто я даже не знаю, как это назвать. Почему не пользуетесь? Не пользуетесь. Не пользуетесь. Съезд сейчас. Съезд сейчас. Вот сейчас опять все это пройдет и разойдемся. И что? Мы-то работаем. Добро заведемся. Кстати, и об общественных организациях, это международных. Вот я начал, я отвлекся. Общественная организация, которая будет за собой иметь полный состав малочисленного народа, в составе 1100 человек. 1100 человек. Ни один из государственных органов не отмахнется в соответствии с действующим законодательством от такого органа. Мне очень приятно, что в общественной палате Мурманской области сейчас присутствуют два представителя Саамского народа. Я с большим удовлетворением увидел, что один из сопредседателей член общественной палаты Мурманской области. Сейчас начинается формирование четвертого состава общественной палаты. Я вам могу сказать, что сейчас у представителей Саамского народа будут некоторые проблемы с тем, чтобы делегировать туда людей. А потому что в соответствии с некоторыми изменениями в законодательстве для представления документов в ту же Думу для избрания в общественную палату нужно писать количество членов. И когда принесет кто-то, где 600 человек, а кто-то принесет 200 человек, депутаты подумают, а какое количество людей представляет эта организация и будет представлять в общественной палате данный представитель. А когда принесет, я думаю, что у нас, не боюсь соврать, что навряд ли у нас кроме ДСАФа есть какая-нибудь организация, где больше тысячи человек членов. Эта организация была бы, с которой не считаться никто бы не смог. Устав прописали, как съезд проводить прописали, как кого избирать прописали. Никто не будет вмешиваться. Сейчас вот сетовали насчет того, что вот тут администрация что-то делала, что-то не делала. Ребята, у нас есть устав, а вот там посидите. И в соответствии с законодательством они должны были бы сидеть там. А только тех, кого вы пригласили в почетное президиум, сидели бы там. Поэтому подумайте на эту тему. Я очень хочу и надеюсь на благоразумие. А самое главное, чтобы вы воспользовались тем, что у вас есть уже. Разумно воспользовались. А тем более, когда власть в Мурманской области, да, и сегодня она продемонстрировала, открыта к тому, чтобы с вами работать. В том числе, дайте возможность и тем, кто с вами готов работать, правовое поле. Потому что, вот как было сказано, с парламентом самского народа, законодательным органом и представителем, ни один из чиновников по Конституции Российской Федерации и законам государственной службы дел никаких иметь не должен. Зачем ставить барьер? Вопрос можно? Можно. Тогда, как же та же наша власть в Мурманской области работать с тем же парламентом, с областной думой? Если вы говорите, что с нами, с самыми, если мы, как говорим, и слово парламент, власть не будет работать. Как же, еще раз вопрос ставлю вам, как общественного руководителя. Нина Елисеевна, дело в том, что мне очень странно слышать от вас такой вопрос. В чем различие парламента в данном случае, который здесь называется, самского народа и законодательного органа областной думы, которое прописано и в уставе, и в законодательстве Российской Федерации. А в чем различие молодежного парламента и, например, в чем-то, в законодательстве? Ну, во всем законе. Он же существует. Он существует. Только как он существует? Вы посмотрите свои решения первого и второго съезда. Вот я бы был чиновником, да, вот буквоедом чиновником, я бы сторонился здесь появиться, потому что завтра может кто-нибудь пошейно давать. Как это с каким-то парламентом, который собирается законы писать? У нас есть один парламент, который в Москве сидит. Больше у нас другого нету. Я вот тут уже с вашими представителями разговаривал, да, я не юрист, но юриспруденции соображаю, да, если вот то, что часть вещей, которые содержатся в решении вашего первого, да, и второго съезда, если задастся целью и взять хорошего юриста и адвоката, да, можно подтянуть запросто на покушение на конституционную строй Российской Федерации. Поэтому, дорогие делегаты, я надеюсь, что вы спать будете сегодня дома, это во-первых, а во-вторых, пользуйтесь тем, что у вас есть, поставьте конкретные исполнимые цели и их добивайтесь. Добиваться того, чего нет, навряд ли. Требовать того, что вам не смогут дать по объективным причинам, тоже нельзя. Но при этом не давать спокойно спать тем, от кого это зависит, тоже нельзя. Еще раз скажу, пользуйтесь тем, что у вас есть. Можно? Тогда кто создает наши региональные законы? Можно, что областная дума? Спасибо, Юлия Ильич. Есть закон об общественных объединениях. Создать общественную организацию, это вот так вот, тупо приходит на ум, да? Мурманская региональная общественная организация СААМы. Вот самое простое, без всяких ассоциаций, чего-то там кольского. Мурманская региональная общественная организация СААМы. Избрать председателя, избрать правление с решением, что основной орган это съезд СААМского народа, а не делегатов. И у вас проблем будет гораздо меньше. И вот Нина Яковлевна, если я не ошибаюсь, да? У вас есть проблема с пятой графой? Вот, если пятая графа появится, у вас проблемы вроде как пропадут, да? Но у меня, например, они появятся. Вот здесь вот 12 кровей. Что мне там писать? И где взять 12 строчек? А у нас половина страны, у которых по 8-12 этих кровей. Мурманская, как-то писали? Юрий Юрьевич, подождите, Марина. Можно я только буквально... Ну, Елена, наверное, давно стоит. У меня просто продолжение. Продолжение. У меня буквально вот чуть-чуть. Просто я, конечно, сидела, думала, один говорил, другой говорил. Но кто мне подсказал, я не скажу. Это не совсем моя мысль. Но мне она очень понравилась. Не знаю, может быть, вам понравится. Фамилию. Значит, не скажу. Фамилию твою. Моя Мацкевич Марина Николаевна. Вот Мацкевич. Так, знаете, мы говорим об объединении. Очень хорошо сказала Ольга Григорьевна. И вы все поддержали, похлопали, правда? Что Ассоциация Сокольских самов, ОСМА, там еще что-то у нас есть. Мы говорим, вот вышел у нас представитель сейчас, очень хорошо сказал. И сказал, что, ну, самому в Москве... А почему в Москве в Москве в Москве? А почему шире нельзя? Например, Союз Российских самов. Союз Российских. А почему должны самы, которые живут в Санкт-Петербурге, стороне быть? Ну, пусть их немножко, ну, пусть будет больше. Давайте сделаем. И это уже будет Союз. Я вот искала форму, помните, спрашивала, форма какая? Вот там советы, что-то еще. А Союз, она очень подойдет, между прочим. И вот, пожалуйста, гранты можно, российские. Ассоциация и Союз. Ассоциация тоже подходит. Это одно и то же. Ну, я понимаю. Ну, давайте развеем для всех. Вот мы говорим одну организацию. Вот, пожалуйста, Союз Российских самов. Это мое предложение. Здравствуйте, дорогие все самые гости, с которыми я лично еще не успела поздороваться. Я хочу напомнить нам всем, что мы сами, да, собрались в этом зале для решения наших глобальных вопросов. Однажды мы собирались на берегу Поповского озера. Вы все помните хорошо конференцию 2002 года. И мы там с вами вырабатывали очень много замечательных предложений органам власти. Мы написали письма на очень высокие уровни Российской Федерации органов власти, Мурманской области, региональной власти, представителям местного уровня. И мы не требовали тогда, мы просили в формулировках в своих письмах, мы просили обратить внимание на эти проблемы, на другие проблемы. И какой у нас стал результат? Мы, как общины, вошли в социально-экономическую программу в Мурманской области. У нас появилась оценка других народов и многое другое. Власти обратили на нас внимание, да, мы прислали президенту Российской Федерации, но мы просили. А сейчас мы что-то все, эти шесть или восемь лет, все уже запутались, даже сколько лет, мы что-то все требуем, требуем, требуем. Но поверьте, вот я хожу по кабинетам органов власти, я с них не требую, я их прошу. И хожу, и прошу, что приедьте, пожалуйста. Вот есть самые, которые ничего не требуют, но у них есть проблемы. Давайте вы с ними с глаз на глаз поговорите, потому что очень многие самые мне не верят, что неправда, что я не хожу по кабинетам, что вы меня вообще не видите, и что я не общаюсь вообще с народом. Поверьте, это правда, что органы власти хотят нас слышать, хотят нам помогать, но они не могут понять, с кем нам, с кем им взаимодействовать-то в итоге-то, в оконцовке-то столько действительно организаций. Это, слава Богу, Нине Лисеевне большое спасибо, что она сохранила Ассоциацию Кольца Станова при расколе, сохранила при двоевластие. И правительство в Норманской области прислушивается к этой организации, потому что она старейшая. Потому что, несмотря на все эти проблемы внутренние, эта организация работала. Нина Лисеевна с этим справилась. И давайте посмотрим следующее. Я вижу, что есть группа людей, которые манипулируют моим народом. Мне неприятно это видеть. Мы провели конференцию Ассоциации Кольца Станова. Конференция наша легитимная. Все вопросы были обсуждены, приняты на заметку. Я получила огромную критику в свой адрес. Но при этом я все-таки довела конференцию до конца. Мы приняли все решения конференции, резолюцию приняли. Выбрали правление, выбрали вице-президента. Но, к великому сожалению, конференция не смогла избрать руководителя организации. Почему не смогла избрать? Было два. Две кандидатуры. Одна кандидатура Афанасия Вальтина Вячеславовна. Другая кандидатура Афанасия Ванима Лисеевна. Число голосов распределилось таким образом, что Вальтина Вячеславовна получила 19 голосов. Нина Лисеевна получила 14 голосов. А где остальные голоса? Остальные голоса проголосовала против боевых кандидатур. А всего было делегатов 45. Ну, как вы думаете, несколько было туров, мы не один разголосовали. И замкнулся процесс, мы бы все равно ни к чему не пришли. Но самое важное, что было 45 делегатов. И 19 делегатов за Цовкина Вальтина Вячеславовна. И как вы думаете, чтобы я потом ответила народу, ассоциацию кульсамов, членам, вам, когда вы меня спросили, Ирина, а как так вышло, что большинство делегатов оказались в воздухе? Они не проголосовали за этого лидера, а вывод его нам преподнесли. В подарок напоследок. И поэтому конференцию завершили. Но самое важное еще, что на конференции было принято решение делегатами, что они проведут повторную, неочередную конференцию в феврале месяце. Это было. И важно то, что люди самостоятельно принимали решения, никто на них не давил. И они убедились в том, что есть демократия, что можно работать сообща. Несмотря на то, что были споры, жаркие на этой конференции, но они пришли к единому мнению. И в феврале месяце мы проведем конференцию, и люди сами выберут, какой им лидер ассоциации нужен. И сейчас, почему я вышла на сцену сейчас, я вообще не хотела выступать. Я сейчас представляю ассоциацию просто, я член организации ассоциации, я не руководитель, но тем не менее, мы будем ждать, готовить конференцию в феврале месяце. Я вышла для того, что не можно смотреть, как самские люди даже друг другом манипулируют. И печально это видеть. Над нами 20 лет, на самом деле, стоял человек, не по национальности сами, и руководил нами всеми, манипулировал. Оттоп денег и от самского сообщества. Оскорбление самских людей. Вы все это знаете, все это помните, и вы знаете эту фамилию. И теперь, когда люди освободились от этого, пошел диалог, пошел диалог хороший между людьми, но тем не менее, чего-то дальше-то не двигается. Да потому что этому человеку опять-таки дальше интересно манипулировать людьми, потому что он остался без самского финансирования. И он сталкивает нас лбами, использует нас всех. Он мне лично сам угрожал. Поэтому, я сейчас не буду назвать эту фамилию, вы сами это знаете, эту фамилию. Но сейчас я вышла на сцену именно для того, чтобы не манипулировали больше моим народом. Это мой народ самый, пусть даже я член сегодня ассоциации. Но дело в том, что мы сейчас поговорили, а конференция это или это съезд, что-то мы не понимаем. Но мы говорили, говорили, и красиво от этого ушли. Я предлагаю, что раз мы сами сюда приехали, мы должны уважать, во-первых, друг друга. Мы должны уважать тех гостей, которые к нам пришли сегодня. И поэтому я предлагаю нашему сегодняшнему собранию, я его называю ни съездом, ни конференцией, я называю сегодня это собрание. Почему? Потому что положение не рассматривалось, предложено временной рабочей группой. Работали люди, очень много людей работало по подготовке данного собрания. Я видела, что люди входили ночью домой. Те люди, которые готовили и документы, и делегатов, созванивались. Даже руководители местных отделений ассоциаций не звонили людям после собрания, сама присутствовала на собраниях. Есть такие руководители? Не все, конечно, но есть. Они даже не позвонили своим делегатам, не сообщили им, что эти люди являются делегатами. Мы звонили. Звонили представители, сотрудники. Каждому делегату звонили, разъясняли, что да, он делегат. Работа проведена была огромнейшая. Поэтому мы должны уважать и центр иных народов Севера. Мы все тут пришли. Можем разлагольствовать, но дело в том, что эти люди, я личный свидетель, каждый день я тоже к ним приходила, видела, что они все уходили поздно ночью. Хотя у них семьи, они вообще не самые по национальности. Ради чего? Они, я понимаю, вы скажете, заинтересованные, я уже слышу это, что получают зарплату и так далее. Да ничем они не заинтересованы. Это тяжелый труд, просто социально важный труд. Да они понимают, что они работают на самовском сообществе. Что нужно помочь и ассоциациям, и другим нашим общинам, и другим общественным, ОСМ-организациям, поработать с делегатами, со многими другими вопросами. И самое интересное, что на рабочей группе, я обратила внимание, когда мы готовили это собрание, что, да, у нас были представители самов в данной группе, сначала подняли вопрос, нам не нравится, что вы пишете здесь третий съезд. Это не третий съезд вообще. Не нравится? Не вопрос. На следующее переносим собрание, меняем положение, все, меняем, убираем третий съезд. Не нравится вам. Следующее, приходим, работаем. А, вы убрали третий съезд, как вы могли, что вы тут такое нами манипулируете? Опять нет. Так было несколько раз. В итоге остался третий съезд. Понимаете? И таких вот нюансов было очень много в рабочей группе. Плюс документы, предложения все эти. Вы знаете, сложно было в том плане, что люди работали, разрабатывали все документы для съезда. Но, вы знаете, Иван Яковлевич, не перепевайте меня, пожалуйста. Здесь очень много людей выступало, несколько раз выступало много. Я вышла один раз на сцену, но я больше не выйду. Можно я выскажу? Донесу до народа. Самое важное, чтобы они сделали свой выбор. И печально то, что мы не слышим друг друга. Самое печальное, что мы не хотим разрабатывать никаких документов. Мы хотим только указывать. А почему вот здесь вот в резолюции стоит только преамбула? Почему нет результатов, предложений никаких? И я тогда сказала, а откуда вот этот человек, извините меня, из администрации, из нашего временной рабочей группы, должен знать насущные проблемы самов и должен знать, что нужно внести в резолюцию. Это же мы сами должны решать, что нам надо. Это мы должны выработать на этом собрании, что нам нужно, а не этот человек, который работал над этими документами в рабочей группе. Печально мне это все видеть, что мы не уважаем ни друг друга, ни тех людей, которые на нас сегодня работают. И прислушиваются, несмотря на то, что мы вот такие все фейерверки, хотим всех звездить. Но теперь я хочу предложить нашему собранию все-таки определить, это у нас конференция или съезд. Люди, поймите, это очень важно. Если вы сейчас не определитесь, вами будут дальше манипулировать. Все кому не лень. Поставьте, пожалуйста, вопрос на голосование. Определитесь, конференция это или съезд. Пожалуйста, я считаю, что это съезд. Ну, это у нас есть повестки дня, это просто у нас стоял. Есть ли еще желающие выступить? Только я прошу... Я не делегат, член временной рабочей группы. До пяти минут, как мы договаривались, не больше, потому что это... Я постараюсь быть очень-очень краткой. Член временной рабочей группы, очень постараюсь. Временная рабочая группа назначена 30 июля решением Совета представителей при правительстве Мурманской области. Я опускаю, я думаю, вы все понимаете. Решение об этом я не получила. Более того, мне сообщили, что документацию временная рабочая группа не ведет. Было всего три заседания. 22 августа, когда прозвучало предложение выбирать из числа юридических лиц, я поддержала это предложение. И мне было предложено найти хорошую формулировку с тем, чтобы соблюсти территориальный принцип. Территориальный принцип на том заседании был предложен также Андреем Руфовичем Яковлевым. И в письме президента Ассоциации Кольских Самов, адрес губернатора Мурманской области, также было предложено один от десяти делегатов. Мы все прекрасно знаем, и это звучало неоднократно, что треть членов ОСМО является также членами АКС. Мы тоже... Денегу, дудачу, в детали уходить по общинам и все прочее. Но предложение было следующее, что если, и я подчеркиваю, я поддержала от юридических лиц, это замечательное предложение, потому что это действительно и по российскому законодательству. Но затем, как бы второй тур, на местах собираются, если в ЛАО здесь собираются 400 самов на собрании, ну я может там 300 соберется, значит один из 10, 30 делегатов. А из юридических лиц, допустим, выбрано 22, значит у вас еще 8 делегатов вы можете выбрать. Если у нас в Териберке 3 общины и отделение ассоциаций кольских самов, в соответствии с этим положением получаются 4 делегата, право 4 делегата, а у них всего 10 человек в Териберке живет. Значит они выбирают одного делегата. Я думаю, вам принцип понятен. Теперь о съезде и собрании. Было всего 3 заседания временной рабочей группы. Рабочих документов мы не получали, я лично не получала. Член представитель самовской общественности. О том, что я там хочу звездить, пожалуйста, не надо перевирать. Предложения по проекту резолюции предыдущего съезда, СМЕТа и все прочие документы направлялись с начала прошлого года. Меня назначили руководителем временной, не временной, рабочей группы, от Кола Нью-Йорк в СОБР в апреле месяце. В начале июля были встречи, ну я включу рабочие моменты, но я скажу, 22 августа была встреча временной рабочей группы при председательстве заместителя губернатора Андрея Викшина. И им было дано поручение. Все предложения, которые здесь были озвучены, а одно из них было очень конкретное, рабочем порядке, те списки, которые были обработаны поименно по всей области членами инициативной группы по подготовке съезда и ту работу, которую проводит Центр коренных народов, чтобы мы в рабочем порядке проработали, посмотрели и чтобы мы могли провести вот этот второй тур по территориальному принципу. Этого ничего не было сделано. Вместо этого отправляются письма о том, что назначен съезд, а 22-й предлагалось в ноябрь совместить с выставкой Сокровища Самостой земли. В этом было категорически отказано. Затем вдруг все меняется наоборот. И нам откровенно говорят, потому что 1 декабря Минрегион заканчивает свою работу. Поэтому мы должны провести до 1 декабря. В 22 ноября больше всего подходит. Я буду откровенно и честно говорить то, что было. И когда уже на местах идут собрания, избирают делегатов, юридические лица, то до 14-го числа они должны представить протоколы. Поскольку идет в рассылках в интернете, спрашивается о положении, как избирать, то 7 ноября спешно собирается временная рабочая группа. И на этом заседании я по почте получила накануне письмо об этом и положение. Но на заседании я узнала о том, что 6-го, я по электронной почте получила, ну зачем я буду бумагу тратить, еще распечатать, там внесено еще одно положение выборов коллегиальных органов. Я вчера изучила, но понимаете, мое предложение, хорошо. Это в формате, это очень хорошее мероприятие, которое прошло. Съезд, собрание, конференция. Но это вот как в феврале проводила встреча, вы были все, Сергей Ивановский, Марохов проводил. И были даны поручения в одной встрече. И они исполнялись и проверялись. Вот здесь прошло замечательное, хорошее, продуктивное совещание, собрание, конференция. Поскольку другой список полномочий у нашего вице-губернатора теперь, то мы гораздо больше получили сюда представителей органов власти. И вот то, что собрано секретариатом, все поручения, предложения должны быть обработаны, они будут обработаны. И я считаю, что так же, как вот записано в положении, выбрать временную рабочую группу, которая совместно, вот это правительство обработает эти все, и создать, эта группа будет работать, ну как там написано в выполнении, но я думаю, что эта группа проведет такую работу, чтобы сделать план совместной деятельности. И проведя на местах вот эти, по территориальному принципу, мы тогда можем обсудить и, кстати, изучить, что такое коллегиальные органы. Огласите весь список, в какие мы не будем в Министерство финансов избирать наших представителей, но вы, избрав сегодня, предложив ваших кандидатов на Самском съезде, проработав опять в рабочем порядке вот эти списки и все, чтобы у нас не было перекрываний. Мы утвердим их и в общественную палату, и туда, и туда. Время и стекло. Все, спасибо, извините. Слава, заставляю, Александр Владимирович Шуравскому. Спасибо, уважаемые председательствующие, непонятно, то ли съезда, то ли конференции. Меня приглашали вообще-то на съезд, вы, как, наверное, многих из моих коллег из региональных органов власти. Хочу вам что сказать. Я еще раз повторю, что бываю на очень многих съездах, и на самом деле достаточно типичная ситуация, когда есть группы влияния, одни влияют на других, есть группа более активных, сплоченных, есть группа более, менее или менее сплоченных, кто-то на кого-то влияет, дело хорошее. Но только в том случае, если не забываются интересы народа и интересы тех, кто вас сюда делегировал. Если вы сомневаетесь в том, что это съезд, вы ставите под сомнение решение своих организаций, которые вас делегировали в качестве членов делегатов съезда. Таким образом вы узурпируете власть и превышаете свои полномочия как делегаты съезда. Тогда ваши делегаты, ваши организации должны засмотреть вопрос о превышении вами полномочий и поставить вам на вид, что вы нарушаете устав ваших организаций и ставите под сомнение те решения, которые коллегиально на конференциях, на съездах ваших организаций принимались. Как бы вы не морщились, секундочку, вы можете говорить, но не можете ставить под сомнение то, что вам определила конференция или съезд вашей организации. Если вы ставите под сомнение, то вы нарушаете устав. И таким образом не осуществляете уставную деятельность со всеми последствиями. Второе. Я действительно заметил, что не поставили здесь на голосование положение председательствующих. Не поставили на голосование положение о съезде. Это является нарушением, не знаю, сознательным, с тем, чтобы в зависимости от исхода съезда или конференции принять решение, конференция это или съезд. Бывают и такие манипуляции. Здесь я согласен. Или несознательно. Но это является обязательным, обязательным на съезде решением. Дальше. Честно говоря, с большим интересом, наблюдая за полемикой, углубился в документы второго съезда, документы регламентные, которые, конечно, есть в открытом доступе. С удивлением обнаружил, что практически ни одно решение второго съезда не выполнено. Включая регистрацию парламента и так далее, и так далее. То есть парламент свои функции не выполнен. Ну хорошо. Второй вопрос. А в чем, собственно говоря, нелегитимность съезда как съезда? Почему он должен быть конференцией? Задался я вопросом. Что там такого интересного содержится, что нарушено? Услышал единственное замечание. Что один из десяти и территориальный принцип. Я тогда начал интересоваться, а сколько же было делегаций на втором съезде? Оказалось, 53. Может быть, 54, 52. Может поправить. Я с интересом начал смотреть ту подборку документов, которые выложены на одном из сайтов. В том числе статистика по численности проживающего населения Мурманской области. В соответствии с решениями съезда под соответствующими положениями должны квоты быть один на десяти старше восемнадцати лет. На территории Саамфа, на территории Мурманской области проживает 1200 человек. Это означает, что второе, что съезд-то недействительный. Второе, что съезд, товарищ Сорковский, недействительный получается. Почему? И первое, недействительный. И тогда парламента нет. Вы кого представляли так? Международных организаций. Тогда получается вот что. Если вы сейчас ставите, коллеги, здесь цепная реакция. Если вы ставите под сомнение, что этот съезд является съездом, вы автоматически делегитимируете, образованные, получившие на веге образование, люди это понимают, делегитимируете решение второго съезда и первого съезда. И ваших съездов нет. Вопрос не в том, что страшно, а в вопрос в том, что последовательность ваших действий приводит к тому, что вы на самом деле уничтожаете всякую общественную активность саамского народа. Вот в чем проблема. То есть вы, когда говорите что-то, вы понимаете, какие должны быть последствия. И по поводу парламента. Значит, коллеги, ну вот здесь вот министерство юстиции, управление юстицией выступало, у меня здесь не было, мне потом сказали, что он выступал, а подошел, спросил, о чем, что говорил. Очевидные вещи. Организацию с названием парламент не зарегистрирована. Незарегистрированную организацию, с незарегистрированной организацией, органы государственной власти должны действовать не будут. Когда вы обращаетесь к международным каким-то опытам, то вы должны учитывать, что даже у этих незарегистрированных организаций есть органы, которые зарегистрированы. И если вы, иначе у них не будет счетов, это вне зависимости от того, где это находится, в России, Финляндии, в Соединенных Штатах Америки и так далее. Потому что государство не будет работать с организацией вне правового своего национального правового поля. Понимаете? Никогда. И никакой государства. Если только это не иностранные государства, которые заинтересованы, чтобы какая-то организация на другой территории была не зарегистрирована. Здесь никто никого не пугает. Я просто вам объясняю прописанность. Когда мы говорим и еще про Конституцию, я же вспоминуваю, я отвечу. В Конституции действительно есть статья. Пятая статья Конституции, которая говорит про федеративное устройство Российской Федерации. Сейчас вам процитирую. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий международного государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. Специалисты по конституционному праву толкуют это таким образом, чтобы не было спекуляций, что каждый народ Российской Федерации в Российской Федерации В ее границах может самопределиться. Например, либо в форме административно-технического объединения, либо в форме национально-культурной автономии, либо в форме общественного объединения, либо, как сейчас прозвучала эта мысль, в виде союза организаций. Поэтому то, что вы сейчас являетесь делегатами от организаций, нисколько не умаляет значение этого съезда. Потому что тот, кто хочет представлять интересы своего народа, тот его представляет в организованных формах общественных организаций, или общин, или союзов, или ассоциаций. Очень много форм, и коммерческих, и коммерческих форм. А тот, кто не хочет, тот не объединяется и не представляет. Спасибо за внимание. В положении от съезда мы действительно не голосовали, но вопрос не был заложен в нашей программе съезда рабочей группой. Поэтому я и не поднимал этот вопрос, честно говоря. А не потому, что я хотел, как бы, поиграть. Понимаете, проголосуйте. Иначе вы поставите в сомнение, как ведущий. Давайте голосовать. Хорошо. Поступило предложение проголосовать за положение от съезда. И о том, что это съезд, но я сам лично, как представитель общественного организации, сам ОКО, я скажу так. Да, мы выбирали делегатов в наших собраниях на съезд. И сегодня мы не должны говорить о том, что мы выбирали на конференцию, на собрание, на что-то еще. Мы избрали на своих собраниях, мы знали, что мы избираем на съезд. Если мы хотели тогда избирать, не съездом назвать, мы бы, наверное, раньше должны были эти делать. Поэтому мы сами себя сейчас не будем, наверное, в ловкое положение ставить, мне кажется. Итак, я ставлю на голосование. А можно пока небольшая пауза Роману Викторовичу вопрос? А, или Виталию Викторовичу? Давайте сейчас проголосуем. Я вот по положению как раз не видел. То есть почему все-таки этот съезд проводился не по положению, который был утвержден первым и вторым съездом? Ну, на самом деле, они ответили, сказали, что мы его не послали, а было послано это положение. Все почитали положение о съезде? Да. Иначе мы до утра будем. Мы сегодня должны все-таки к чему-то прийти и решить многие вопросы. После чего мы собрались сегодня прийти к каким-то таким нам нужным решениям. Слушайте, у меня в этом положении не говорится ничего о том, что мы раз в 4 года должны проводить съезд. Я вот не знаю. А в том положении мы об этом говорили. То есть как же судьба будущих наших съездов? Где об этом говорится? Я не знаю. Я встал на голосовании. Уважаемые делегаты, кто за то, чтобы признать положение съезда и считать наш данный съезд съездом, прошу голосовать. Счетная комиссия работает. Счетная комиссия работает.